В честь 95-летия с момента образования Иваново-Вознесенской губернии в Краевическом музее состоялось открытие мемориального кабинета Михаила Фрунзе. Он являлся председателем Ивановского обл. исполкома. Эта должность по своей значимости равнялась посту губернатора. Фактически Фрунзе и был первым губернатором нашего региона. Почетное право знакомиться с экспозицией в числе первых было предоставлено Михаилу Менюм. Без Михаила Васильевича Фрунзе, без его деятельного участия не было возможно вообще возникновения Иваново-Вознесенской губернии современной Ивановской области. Ведь Михаил Васильевич провел позиственно-титаническую работу, аргументируя именно вот необходимость создания именно Иваново-Вознесенской губернии. Создать новую губернию оказалось непросто. Существовали разные варианты присоединения тех или иных уездов. Но поскольку до 1917 года был создан промышленный Иваново-Кенишемский район, то стало очевидно, что в новую губернию частично войдут индустриальные районы Костромской и Владимирской губерний. К заслугам Михаила Фрунзе также относится проведение конкурса на создание герба и печати. Победил проект Ивана Нефедова. Очевидно, среди множества дел, которым занимался губернский исполнительный комитет, проект был не самым важным. И, собственно, то, что Иван Никандорович создал, не был принят этот герб. Но я думаю, что общественности понравилось, поскольку в центре и пряха как символ текстильного края. Это было очень понятно и близко жителям. Всего в мемориальном кабинете представлено более 100 предметов. Большинство из них подлинные. Например, мебель, письменные принадлежности, стулья, фотографии и документы. За этим резным столом некогда работал Фрунзе. Губернатор Михаил Мень опробовал кресло первого руководителя области. Новая экспозиция будет работать в Кривическом музее на постоянной основе, чтобы все желающие смогли соприкоснуться с историей губернии и узнать больше о выдающемся человеке, судьба которого была связана с нашим краем. Редактор субтитров А.Семкин